Здравствуйте! Когда-то давным-давно, в конце 40-х, начале 50-х годов 20-го века, советский астроном Тихов числился создателем науки, которая называлась Астроботаника. Дело в том, что тогда очень популярны были наблюдения Марса, тогда все еще марсиане, марсиане это ученые, изучающие Марс, вот марсологи, марсоведы верили в то, что на Марсе есть каналы, есть растительность, возможно, да, ну а растительный покров, вы сейчас знаете, с космосом за милую душу можно изучать. Спутники Земли изучают растительный покров Земли и говорят, сколько будет урожая в этом году, каких культур, да, вот видите как, по спектрам отражения света, да, как идет, интенсивно ли идет фотосинтез, вот какие сейчас технологии есть. Вот, но оказалось, что Марс необитаем, то есть вопрос такой вот о поисках жизни в Солнечной системе, скорее всего, отпал, но есть надежда найти их в других звездных системах. А как? Что, туда лететь надо? Так это же за пределы только вот зоны, где действует солнечный ветер, чтобы вырваться при современных скоростях полетов нужно несколько десятков лет. А уж туда-то это вообще немыслимо. Оказывается, мыслимо. Вот сейчас современные космические телескопы позволили, наконец, понаоткрывать огромное количество планет у других звезд. Это не значит, что они видят эту планету, планету не видно. Единственная успех межзвездной вот такой вот фотографии, это фотография звезды Бетельгейзе, да, или Бетельгайзе, кто как ее назовет. Это такой огромный гигант называется, да, гигант, звезда гигант, размером больше, чем размеры орбиты Марса. То есть, больше, чем больше размеров орбиты Марса. Вот такая звезда. Вот ее вроде как расплывчатую точку удалось увидеть, да, вот ее диск увидели. Вот. А все остальные звезды по-прежнему точками видятся. Как же она определяет, находит планета? А планета находит, потому что, скажем, планета пролетает на фоне диска своей звезды и немножко уменьшается поступающий от звезды свет. Вот такой маленький зазубленный. Точный прибор позволяет их зарегистрировать. Точный прибор, находящийся в космосе. Точный прибор, на который, на измерение, которое не накладывается влияние атмосферы, вот, который мельтешит тут перед глазом. А вот там нету, там вакуум. Там все хорошо, удачно очень. И вознамерились ученые теперь еще проводить спектральный анализ атмосферы этих самых планет. Вот когда планета проходит на фоне звезды, часть лучей проходит через атмосферу этой планеты. Вот как, когда с Земли наблюдают прохождение по диску Солнца Венеры, то тоже можно, в принципе говоря, увидеть атмосферу Венеры. И, соответственно, провести ее спектральный анализ. По поглощению, какие линии поглощаются, есть ли там вода, например, в атмосфере. И вот вроде бы у одной такой звезды нашли планету, которую в момент прохождения по диску сделали спектральный анализ. И, о чудо, нашли там линии поглощения воды. Что это за планета, никто не знает. Какие размеры, неизвестно, но тем не менее. Так вот, жизнь сейчас взялись искать всерьез. Есть такой проект международный. Конечно, он требует повышения чувствительности и соответствующих методик. Так вот, собираются регистрировать сигнал, отраженный от самих планет этих звезд. Понятно, что планета рядышком со звездой, это большая проблема, как это сделать. Но, видимо, ученые-астрономы, ну, есть у них идеи, как получить фотографию этого спектра. И чем замечательен спектр, отраженный свет от Земли? Наличие в них линии хлорофила. На каждой планете наверняка своя модификация хлорофила, которая подстроена под энергию излучения своей звезды. В том числе, черный хлорофилл на какой-нибудь планете, обращающийся вокруг маленького тусклого красного карлика. Вот так вот. Удачи вам! Всех вам благ!